На шести сценических площадках в эти дни ставят и смотрят Достоевского. Международный фестиваль литературного классика в 22-й раз проходит в Великом Новгороде. Сегодня на сцене театра драмы ставят «Вечного мужа», а стартовал бенефис с драмы «Игрок». Алена Сувтина подробнее. По крайней мере, адвокат жаловался и гнал его на дачу. Но он даже на дачу выехать не решился. Пыль, духота, белые петербургские ночи, раздражающие нервы. Вот чем наслаждался он в Петербурге. То тут, то там внезапно и громко. Кто с листа, кто по памяти. Актеры театра драмы читают Достоевского в холле. Увлекая скучающих зрителей лабиринт произведений классика. Дядюшкин сон, «Игрок», «Вечный муж», «Идиот», высокий слог и абсолютная актуальность даже спустя столетия. Все очень современно. Есть такие монологи, которые сейчас же можно отдать политикам. И они это с трибуны прочтут. И будут бурные аплодисменты, и за них пойдут голосовать. Вряд ли Федор Михайлович мечтал о славе спичрайтера. В своем имении в Старой Руси он творил для современников. Лучшие сцены бесов и подростка написаны в уютном уездном городе в окружении семьи. Русса навсегда стала городом братьев Карамазовых. Скотопригоневск, как ее фотография. И где, если не здесь устраивать театральный фестиваль имени великого классика? Как говорят историки, Достоевский был счастлив в Старой Руси. Ему там было хорошо, там была его семья. Он писал свои произведения. И, наверное, Новгород, Старая Русса, Новгородская земля – это лучшее место для большого, серьезного международного фестиваля по творчеству Достоевского. Вот таким мы его будем делать. А вам я желаю получить удовольствие от искусства, от тех прекрасных образов, которые вы увидите на сцене. Что же вы молчите? Так, все, поиграем. На сцене Полина Александровна и Алексей Иванович – герои романа «Игрок». В обстановке современной, в постановке иностранной. Совместный проект новгородских актеров, финского режиссера и квинтета филармонии. Всего же искушенного зрителя в эти дни ждут 14 постановок от режиссеров из Испании, Словении, Польши, Литвы, Белоруссии, Туркменистана, Японии. Их главная цель – доказать современникам, что Достоевский – это не скучно. Сомневаетесь? Поспешите в театр. Билеты в продажи еще есть. Алена Сувтина, Савва Ушаков, Новости, Новгородское областное телевидение.